Приветствую, мои господа, меня зовут Денис Зайченко и буквально на днях я побывал на киевской презентации смартфона Huawei P Smart 2019. Не путать с Huawei P Smart предыдущего поколения и Huawei P Smart Plus. Хоть это были и бестселлеры и самые, кстати, продаваемые смартфоны в Украине, P Smart 2019 обещает быть еще лучше и еще успешнее. О смартфоне я расскажу вкратце и если вас интересуют более детальные цифры, то текстовый репортаж находится по ссылке в описании под видео. Как говорится, милости просим. Для начала очевидное, каплевидный вырез сверху экрана. За счет него размеры корпуса практически не изменились, зато диагональ дисплея увеличилась до 6,21 дюйма и это при разрешении Full HD+. Рамки сверху и снизу минимальны, а по бокам вообще несущественны. Кроме того, сзади смартфон очень мягкий, очень заокругленный. Также одна из расцветок корпуса, которая называется северное сияние, градиентная и приливается от голубого к фиолетовому. За мощности в смартфоне отвечает HiSilicon Kirin 710, 12-нанометровая восьмиядерная система на чипе, оперативной памяти 3 гигабайта как и в предыдущей версии, а вот постоянной в два раза больше, целых 64. Кроме того, есть возможность поставить карту памяти вплоть до 512 гигабайт, хотя и ценой второй симки. Основная камера смартфона двойная, 13 мегапикселей плюс 2 мегапикселя. И одна из главных ее фишек заключается в апертуре f1.8 у основного модуля, благодаря чему у смартфона есть режим ночной суперсъемки, в том числе и благодаря гибридной стабилизации, цифровой плюс силами искусственного интеллекта. Фронтальная камера на 8 мегапикселей с апертурой f2.0 поддерживает разблокировку лицом. По дополнительным фишкам расклад следующий. Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi Dual Band, а также A-GPS, GLONASS и Baidu и сканер отпечатков на задней панели. Из коробки в Huawei P Smart 2019 года будет доступна MUI 9.0 на Android Pie. Емкость аккумулятора градиентного красавца составляет 3400 мАч с поддержкой зарядки 5 вольт 2 ампера. Ну и самое приятное, Huawei P Smart 2019 года будет доступен по ориентировочной цене 200 евро и будет доступен в Украине уже через неделю. И на этом, пожалуй, все. В комментариях не забудьте написать о том, какой любимый среднебюджетный смартфон Huawei лично у вас. P Smart или P Smart Plus. Не забывайте также ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, если вам, разумеется, понравилось видео. Если не понравилось, сожалею и надеюсь, что следующее видео вам понравится больше. Кстати, ссылка на текстовый материал и другие материалы по теме Huawei будет в описании под видео. За всем откланяюсь, с вами был Денис Зайченко. До связи, дамы и господа. До связи.